Из любых 2n-1 целых чисел можно выбрать n чисел, сумма которых делится на n. Конечно, надо сначала понять, откуда берется 2n-1. Это очень легко. Представим себе числа 0,0,0 в количестве n в одной штурге и единице тоже в количестве n в одной штурге. Понятно, что среди них невозможно выбрать n чисел, сумма которых делится на n. Поэтому улучшить вот это число, написать здесь 2n-2, нельзя. А вот для числа 2n-1 оказывается можно. Эту задачу надо на самом деле решить так. Не для натуральных чисел, а сначала для простых. То есть, давайте посмотрим, скажем, когда n равно 2, когда n равно 3, 5. Смотрите, n равно 2. Среди любых 3 целых чисел есть 2 числа, сумма которых делится на 2. Конечно, да. Потому что если нам дали 3 числа, то среди них обязательно есть 2 одной чертности. То есть 2 чертных или 2 не чертных. Их сумма как раз будет делиться на 2. Учердение верно. Для тройки придется немножко заняться перебором. Смотрите, из любых 5 целых чисел нужно выбрать 3 числа. Ну, смотрите, если у нас есть 5 чисел, то совершенно понятно, что невозможна ситуация, когда среди них есть и остаток 0, и остаток 1, и остаток 2. Ну, в смысле, что оно, конечно, возможно, но тогда уже 0 плюс 1 плюс 2 делится на 3. Значит, из всех остатков максимум 2 одновременно будут присутствовать. Отлично. И при этом, если есть 3 числа с одинаковым остатком, то сразу берем эти 3 и получается делимость на 3. Значит, не больше, чем 2 разных остатка, и каждого данного остатка не больше, чем 2. Ну, 2х2 всего лишь 4, а здесь 5. То есть, заметьте, и для тройки мы задачу тоже быстро решили. Вот, для числа 5 перебор более трудный и, в некотором смысле, более скучный. Ну, давайте я все-таки сделаю. Итак, в n равно 5, чисел тогда у нас будет 9. Смотрите, если у меня 9 чисел, и мы уже помним, невозможно, чтобы были все остатки. То есть, 0, 1, 2, 3, 4, если будут все остатки, хотя бы по одному числу, то уже мы их возьмем, и сумма будет делиться на 5. Значит, остатков, возможно, максимум 4 штуки. Замечательно. Но если 4, то, смотрите, 9 разделить на 4 больше, чем 2. Значит, какой-то остаток будет присутствовать хотя бы 3 раза. И еще одна вещь, заметьте. Если у нас есть числа, и ко всем прибавили единицу, то к сумме n чисел прибавляется n, поэтому, в действии, ничего не меняется. Значит, мы можем считать, что остатки можно что-то сдвигать. То есть, можно считать, что у нас есть 3 нуля. Отлично. Вот давайте их напишем. 3 нуля у нас есть. Давайте дальше рассмотрим два варианта. Первый вариант. У нас есть даже не 3 нуля, а 4 нуля. А второй вариант, это когда у нас действительно есть 3 нуля. Поехали. Если есть 4 нуля, то больше нулей, конечно, нет. Потому что иначе мы бы уже получили все, что хотели. Чисел еще осталось 5 штук. Если есть 4 нуля, то обратите, пожалуйста, внимание. Скажем, у нас числа 1 и 4, что называется, противоречат друг другу. Потому что иначе мы возьмем 1, 4 и 3 нуля. И числа 2, 3 то же самое противоречит друг другу. То есть, вот если мы взяли 1, то 4 уже не берем. Если взяли 2, то 3 уже не берем. То есть, из этой строки, да. А чисел у нас 5 штук есть. Значит, из этой строки мы возьмем 3 числа или из этой возьмем 3 числа. Потому что если из каждой возьмем по 2, то чисел будет слишком мало. Отлично. Ну, давайте посмотрим, может ли, скажем так, быть, что мы взяли из этой строки... Да, на самом деле без разницы какой. Потому что мы можем все числа умножить, скажем, на 2, или умножить на 3, или умножить на 4. От этого делимость на 5 не изменится. Все. Я считаю, что вот из этой строки взяли 3 числа, причем это единицы. Пишу. 1, 1, 1. Вот у меня уже есть такие числа. И осталось... Сколько еще? Осталось еще 2 числа. Заметьте, четверка уже запрещена. Потому что 4 плюс 1 плюс 3 нуля. Двойка запрещена. Потому что 2, 1, 1, 1 и 0. Тройка тоже запрещена. Слушайте, а что осталось? Ну, единица, конечно, осталась. Я ее напишу, но после этого уже все запрещено. Отлично. В случае 4 нулей разумно. Теперь чуть более скучный случай 3. Смотрите, у нас осталось 6 чисел. И опять, заметьте, 1 и 4 противоречат друг другу. Нельзя противоречить и ни 3 и 4, потому что у нас сегодня будет счет 3 нуля. 2 и 3 тоже самое. А чисел, напоминаю, 6 штук. Значит, как и в прошлый раз, можно сказать, что в одной из этих строчек есть хотя бы 3 числа. Ну и, например, все это будут единицы. Потому что стоишь на кредоумножение. Вот. То есть, если это будет 3 единицы, тогда четверка запрещена. Вы, слушай, все видели. Тройка запрещена, потому что 3, 1, 1 и 2 нуля. И двойка запрещена, потому что 2, 1, 1 и 0. Все, все варианты перебрали. Это, конечно, скучно. Но, между прочим, я сейчас докажу такое утверждение, что вот если эта теорема верна для числа и для другого числа, то она верна и для их произведения. И таким образом, зная, что она верна для 2 и для 5, как мы сейчас делаем, мы, например, сможем ее сразу получить для сотни. Почему? Потому что 100 – это дважды, дважды, 5 и 5. И для двойки доказать, для пятерки доказали, все получится. Ну, а все-таки потом надо будет сделать главное – доказать ее для любого простого числа. Так, вот, сначала про произведение. Представьте себе, что мы знаем, что из любых 2n-1 целых чисел можно выбрать n, сумму, которая делится на n, и из любых 2k-1 можно выбрать k, сумму, которая делится на k. Ну, например, nk равны двойке. Что это означает? То есть из любых 3х можно выбрать 2 числа, сумму, которая четна, и то же самое, из любых 3х можно выбрать 2, сумму, которая четна. Давайте докажем про произведение. n равно k равно 2, тогда произведение – это будет 2х2, 4, и чисел будет 7 штук. Смотрите, вот они 7 чисел. 2х2, 4х2, 4х2, 5х2, 6х2, 7х2. Я беру первые 3 и выбираю из них 2 числа, сумма которых четная. Можно их переставить так, чтобы это были первые 2 числа. Из оставшихся, их опять-таки больше 2, можно выбрать 2 числа, сумма которых четная. И из оставшихся можно выбрать 2 числа, сумма которых четная. Давайте обозначим. Вот это число обозначим 2 альфа, это 2 бета, это 2 гамма, это все четные числа. Так из чисел альфа, бета и гамма, по нашему утверждению, можно выбрать 3 числа, сумма которых четная. Ну, например, если это будут альфа и бета. Тогда сумма этих четырех чисел равна 2 умножить на альфа плюс бета, и при этом альфа плюс бета – черное число. То есть делится на 4 сумма этих четырех чисел. Ну, вот это так для двух двоих. А для любых n и k рассуждение абсолютно такое же. Смотрите. Итак, n и k натуральные числа больше единицы. Для каждого из них теорема верна. Давайте посмотрим. 2 n k минус 1 больше или равно, чем 2 n минус 1. Поэтому можно выбрать n чисел, чтобы и сумма делилась на n. Обозначим ее n в 1, для b 1 целое число. И эти числа пусть будут вот первые n штук. Осталось на n меньше. Но из них тоже можно выбрать. Потому что все еще у нас чисел довольно много. И так будем делать до тех пор, пока в какой-то момент у нас не останется ровно 2n минус 1 число. И мы последний раз из них выберем. И после этого останется n минус 1 число. Давайте запишем все эти равенства. a n плюс 1 плюс a n плюс 2 и так далее. Плюс a с номером 2n. Это n b 2. Теперь a 2n плюс 1. a 2n плюс 2. a 3n это будет n b 3 и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите, у нас каждый раз n чисел. То есть, повторяю, в конце останется n минус 1. Но это значит, что вот таких строчек будет ровно 2k минус 1. То есть, у нас будет с таким вот номером 2k минус 2, и так далее, и так далее. b плюс a с номером 2k минус 1 умножить на n. И это будет n b 2k минус 1. Ну и еще останется несколько, а именно n минус 1 число, которое, конечно, тоже можно как-нибудь обозначить, но они мне уже не понадобятся. И из чисел b 1, b 2 и так далее, b 2k минус 1 я выберу k штук, сумма которых делится на k. Переставив строчки, можно считать, что это есть b 1, b 2 и так далее, b k t. И мы получили замечательное равенство. Что, если вот здесь взять k строк, то сумма в этих строках, это есть n умножить на b 1, b 2 и так далее, плюс b k t. И то, что скобка делится на k. Ну, значит, вся сумма вот этих вот ашек будет делиться на n k. Таким образом, задача сведена к случаю простого числа. Мы только что доказали, что если верно для n и верно для k, то верно для произведения. Разумеется, перебором совершенно невозможно. То есть для 2, 3, 5 я сделал перебор, он не очень сложный. Но видно, что уже для 5 перебор был скучный. А вот дальше будет довольно быстро нарастать. И, как разумеется, для любого простого числа по переборам сделать совершенно ничего невозможно. Я знаю три решения этой задачи для любого простого числа p. Одно из них абсолютно элементарное, которое я сейчас расскажу. Второе с использованием сумм и малой теоремы ферма. А третье, собственно говоря, тоже с использованием сумм, только чуть-чуть по-другому. И называется теорема Шевалей. Поскольку теорема Шевалей встречается не только в этой задаче, то, мне кажется, эта задача хороший пример того, как от довольно элементарных соображений, которые сейчас были рассказаны, перейти к общим алгебраечественным идеям. Сначала элементарное решение. Числа. Где бы простое число? Давайте расположим в виде такой таблицы. высотой в две клетки и в нижней строке p элементов, а в верхней p минус 1. Но не в любом порядке, а давайте сделаем так. Сначала мы выпишем их, чтобы все одинаковые числа стояли подряд. Ну, например, сначала все нули, потом все единицы, потом все двойки. И после этого напишем а1, а2 и так далее, ап минус 1, ап это, ап плюс 1 и так далее, и так далее. И здесь вот а2 по минус 1. Для чего я это делаю? Когда мы так написали, не может число оказаться в одном столбце с таким же, как оно. Почему? Потому что если бы у нас вот эти числа были одинаковые, то тогда и все вот эти тоже были бы одинаковые. Мы же договорились, одинаковые числа идут подряд. А это означало бы, что у нас идет p чисел одинаковых подряд. Ну, тогда мы им берем, и задача уже решена. Как раз есть p чисел, дающих одинаковые остатки, и значит их сумма делится на p. Таким образом, в каждом столбике числа будут разные. Ну, над этим ничего нет, ничего страшного. И теперь давайте докажем такую замечательную лему. Оказывается, если начать с вот этого числа, с числа а2p минус 1, и двигаться, каждый раз сдвигаясь на один столбик, и выбирая одно, ровно одно из этих чисел, и смотря, какие остатки получаем, то вариантов будет не меньше, чем количество использованных столбиков. Ну, то есть, вы смотрите, вначале у нас одно число использовали один столбец, значит, действительно, один вариант. Дальше они разные, поэтому будет минимум два варианта. Вот я утверждаю, что когда посмотрим еще на следующий, то, когда мы берем или эти два, или вот эти два, или эти два, или эти два, еще раз складываем зерем, то остатков будет не меньше, чем три штуки. И так далее, и так далее, и так далее. Поймем, почему. Ну, вот представьте себе, мы уже доказали для начальной ситуации, и когда присоединили один столбик. Представьте себе, что мы уже знаем, что если, так вот здесь, к клеточек, то вариантов минимум к штук у нас есть. Отлично. Смотрим на все эти варианты. Давайте их выпишем. Это некоторые остатки альфа первая, альфа вторая, и так далее, альфа када. И в следующем столбце есть какие-то два числа. Какое-то там бета и гамма. Где бета несравнима с гамма, а по модулю b. Что мы можем получить? Мы можем сейчас либо к всем этим числам прибавить бета, и согласитесь, это будут разные варианты. Потому что альфа были разные, мы прибавили ко всем одно и то же, значит, вот такие варианты разные. Альфа первая плюс бета, альфа вторая плюс бета, и так далее, и так далее, альфа када плюс бета. Это все разные варианты. Но могли бы прибавить и гамма. Так вот, если после прибавления гамма хотя бы один вариант добавится, то уже все хорошо. Ка вариантов и еще хотя бы один. И мы сдвинулись на единичку. А значит, не добавится. Знаете, что получается? Получается, что когда мы ко всем этим числам добавим число гамма, то мы на самом деле получаем вот эти же числа, только в каком-то переставленном порядке. Отлично. И теперь давайте посмотрим на эту картинку. Значит, есть набор чисел. Мы к нему прибавили бета, вот, получили некий набор. И мы к нему прибавили гамма и получили тот же самый набор. А сейчас давайте сделаем так. Вот к этому набору прибавим бета и из каждого числа вычтем гамма. И мы получим, что должны вернуться. Ведь когда прибавляли гамма, получали ровно этот набор. Значит, когда вы читали гамма, должны были вернуться сюда. Мы получаем, что мы должны вернуться вот к этому набору. Смотрите, что это означает. Что если здесь вот написать не плюс бета, а плюс бета минус гамма, то вот это множество остатков совпадает с этим. Очень интересно. Так значит, если прибавить не бета минус гамма, а два раза так сделать, три раза так сделать, все равно будет совпадать. Потому что оно выдерживает прибавление ко всем числам одновременно бета минус гамма. Но бета минус гамма число, которое не делится на б. А значит, его кратные дают все возможные остатки. И таким образом, сделав эту несколько раз операцию, мы получаем, что вот это множество должно совпадать с множеством всех остатков. Нет, в принципе, это тоже совершенно не страшно. Но если уж оно совпало с множеством всех остатков, то в таком случае у нас утверждение будет верно, что это до самого конца. Потому что один раз, получив все остатки, мы уже дальше с двигами не уменьшим это. Отлично. Но если мы вот дошли до последней п-клеточки и получили, как мы видим, что возможны минимум п-вариантов, а остатков отделения на п-п-штук, значит, и вариант ноль тоже возможен. Значит, можно взять отсюда число одно из этих двух клеток, одно из этих, одно из этих, одно из этих, и получить в сумме остаток ноль при делении на п-п. И вот так элементарно решается эта задача. Все? Все. Отлично. Теперь решение при помощи малой теоремы Эмферма. Смотрите, что здесь написано. Мы берем всевозможные подмножество множества и состоящие из п-элементов. Каждый раз возводим в п-минус первую степень, складываем, естественно, перед этим, и рассматриваем сумму всех-всех-всех таких штук. Наверное, имеет смысл понять для п-равного трём, что у нас будет. И это будет множество чисел от одного до пяти. Сколько существует трёхэлементных подмножеств? Число сочетаний из пяти по три, то есть десять. И как выглядит вот эта сумма? Очень просто. А первое плюс А второе плюс А третье в квадрате. Следующее слагаемое А первое плюс А второе плюс А четвёртое в квадрате. Я же не буду все выписывать. И в конце будет А третье, А четвёртое, А пятая в квадрате. Ну, здесь В минус один это квадрат, а вообще-то в общем случае В минус один. Как видите, огромная сумма. Смотрим, если бы утверждение было неверно, что среди таких сумм есть делящиеся на В, то нам бы удалось найти такой набор чисел А в количестве А первое второе и второе а второе минус первое, что все время вот такая вот сумма не делится на В. Отлично. Но тогда в В минус первой степени остаток был бы какой? По малотерям фирма. Не делящееся на простое число при разведении в В минус первую степень дает остаток один. И у нас абсолютно все суммы дали бы единицу. Замечательно. Единица по модулю П. А сколько подмножеств? Понятно, сколько? Число сочетаний из 2П-1 по П. То есть 2П-1 в разделить на П-1 в Факториал. Но заметьте, пожалуйста, вот это число не делится на П. Потому что в числителе есть единственный множитель, деляющийся на П, а именно само число П. А в знаменателе тоже есть число П. они сократятся и вот это вот число не делится на П. А мы только что получили, что если бы задача была неверна, то здесь у нас все единицы. Значит, вот если задача неверна, то эта сумма давайте ее обозначим при С, переписывать, С не делится на П. До завершения решения осталось совсем чуть-чуть, поэтому давайте еще раз поймем логику. Мы работаем от противного. Предполагаем, что не удалось найти Н чисел, сумма которых делится на П. В таком случае, какую сумму не бери, остаток будет не ноль. При возведении в П минус первую степень остаток даст единицу. Количество слагаемых, это число сочетаний из 2П минус 1 по П, не делится на П. Значит, получается, что эта сумма не делится на П. Хорошо. А теперь давайте подумаем, а может ли вообще так быть. Дело в том, что ведь у нас неизвестных довольно много, а именно 2П минус 1, то есть букв А, по которым производится суммирование. И смотрите, когда мы берем какой-нибудь член, скажем, здесь будет А1 в П минус первой степени, то очень важно понимать, что это будет не в одном месте, потому что у вас есть А1 в П минус первой степени, когда вы к нему прибавляли один набор чисел или другой или трех и так далее, и соответственно у нас есть большое подозрение, что одно и то же встретится много-много-много-много раз. Хорошо. Мы это превратим в точное обсуждение. Представьте себе, что в этом выражении мы расстрелили все скобки. Тогда у нас будут какие-то произведения скажем здесь 1 в квадрате 2 в квадрате 3 в квадрате 1 на 2 а 2 1 наоборот и так далее и так далее и так далее. Так вот давайте подумаем как выглядит любой такой маном. Смотрите здесь по минус первой степени поэтому он выглядит как только может быть в степени но выражение в котором не больше чем по минус 1 отлично а остальные буквы остальных букв остается довольно много минимум п штук замечательно вот давайте посмотрим давайте возьмем какой-нибудь такой маном к примеру а первое в какой-то степени а второе в какой-то степени и так далее а тт в какой-то степени замечательно т у нас при этом не больше чем п-1 еще неучаствующий букв будет 2п-1 минус т штук так вот выражений с их участием если есть маном в который вошли т букв то в соответствующей скобке осталось еще п-т мест и мы можем туда писать любые вариантов у нас есть число сочетания 2п-1-т по п-т что это такое в числителе стоит 2п-1-т в 3 число которое делится на п-1-т в знаменателе стоит п-т ф ф число которое не делится на п-1-т ф число которое тоже не делится на п-1-т п-1-т когда мы пройдем по всем 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 войдет делящийся на п-1-т столько будет вариантов столько будет вариантов в суммах мы взяли произвольное паном поэтому получили что S делится на P вот та самая S сумма P-1-т степеней сумма каждый раз когда написали P чисел вот такое замечательное рассуждение с использованием малой теории Ферма оно выглядит довольно таким вот специальным потому что все-таки не очень понятно почему мы догадались возводить и уж тем более непонятно почему у нас так здорово получилось что результат делится на P оказывается есть общая теорема которая называется теорема Шевалье которая собственно делает то же самое только выглядит гораздо менее искусственной давайте сейчас расскажу решение той же самой задачи но с использованием теоремы Шевалья смотрите я не буду писать такую сумму но что-то похожее сейчас возникнет а именно давайте подумаем что значит выбрать из имеющихся чисел A1 A2 A2 P-1 P числа вот смотрите у нас есть произвольные целые числа A1 и так далее A2 P-1 давайте сейчас напишем свою мечту следующим образом A1 A1 умножить на X1 плюс A2 X2 плюс и так далее плюс A2 P-1 X2 P-1 сравнимо с 0 и так далее по-моему P-1 но видно что это равенство не самое лучшее потому что если X это любые остатки деления на P то здесь возможны тогда по-моему теорему ферма это будут обязательно нули или единицы какими бы мы не брали X все равно еще не то что нужно потому что вдруг у нас количество ненулевых X не такое как нам нужно нам нужно чтобы ненулевых было бы ровно P-2 так отлично пишем X1 в P-1 плюс X2 в P-1 плюс и так далее и так далее и так далее плюс X2 P-1 в P-1 это пусть будет тоже 0 опять все P-1 это нули или единицы если X делится на путь это 0 если не делится это единица в каком случае сумма будет делиться один случай когда все X это нули такой случай конечно возможен и замерите пожалуйста эта система имеет решение просто если в качестве всех чисел X взять нули одно решение у нее есть а другой такой случай когда хотя бы один X не 0 тогда смотрите у нас количество ненулевых должно делиться на P но оно при этом не больше чем 2P-1 значит их будет ровно P штук таким образом если я сумею доказать что такая вот система уравнений в поле вычетов но 2P имеет больше одного решения то в таком случае это решение как раз и даст нам те самые вот когда X не делится на P то надо это что брать а когда делится то это что не надо брать это и даст нам тот самый нужный набор отлично как же доказать что у системы есть решение кроме нули в а вот как степень этого уравнения P минус 1 степень этого тоже P минус 1 а переменных здесь 2P минус 1 2P 1 утверждает 3P переменных больше чем сумма степеней то в таком случае количество решений делится на P 1 решение мы знаем это все X и 0 а если оно делится на P значит есть хотя бы еще 1 все осталось доказать теорем будет решена сравните формулировку с тем что нам понадобилось нам понадобилось два уравнения в одном степени P минус 1 другой степени P минус 1 и собственно все собственно говоря действительно 2P минус 2 меньше чем 2P минус 1 каким образом доказать теорему Швалея давайте попытаемся воспользоваться этой идеей малой теоремой Фирмы возведем каждое уравнение в степень P минус 1 и напишем так 1 минус F1 P минус 1 степени умножить на единица минус F2 P минус 1 единица минус F K P минус 1 ну разумеется каждая F функция от X1 и X1 давайте подумаем что это за выражение если у нас F это 0 то это единица если же хотя бы одна из F не 0 то тогда по минус 1 степени это будет единица и значит соответствующая стопка будет нулён и всё поведение таким образом количество решений давайте давайте как-нибудь подначим буквы K большого скажем вот количество решений это на самом деле сумма ну по-моему деления деления на P и сложить и пробежаться по всем возможным наборам переменных я сейчас докажу что на самом деле вот эта сумма делится на P и соответственно у нас получится что A делится на P а это и есть то что нам нужно смотрите когда вы возводите выражение степени там степени F1 степени F2 и так далее то всё что получается будет степени меньше чем N умножить на P минус 1 помните да сумма степеней вот эти F1 и так далее и так далее меньше чем N они возводятся в P минус первую поэтому общая сумма общая степень будет меньше чем N умножить на P минус 1 поэтому любой маном который здесь возникает степени меньше чем N умножить на P минус 1 но переменных то у нас N штук значит хотя бы одна из них войдет в степени меньше чем P минус 1 замечательно давайте теперь посмотрим на это выражение сумма взятая по X какой-то P эффициент какое-то число это неинтересно потому что все равно мне доказывают что делится на P а дальше x1 в какой-то степени x2 в какой-то степени и так далее xN в какой-то степени причем сумма этих степеней сумма P альфа меньше чем N умножить на п минус 1 значит какая-то из этих альф меньше ну например пусть альфа первая будет меньше чем P минус 1 но смотрите сумма степеней делится на P если альфа меньше чем P понятно почему потому что ну можно при помощи первого образца корня а можно просто так сказать существует остаток который не делится на P и при этом c в степени альфа 1 не сравним с 1 просто потому что многочлен в степени альфа 1 корней меньше чем P минус 1 если мы все остатки домножим на с то отсюда вынесется c в степени альфа 1 а это не единица итак вот эта сумма делится на P ну и значит и вся все теория доказана наша задача решена ну конечно потому что мы получили что когда суммируем любой маном то получаем 0 но здесь их много конечных фехмономов если каждый даст 0 то и все 0 значит вот та самая сумма делится на P а это есть альфа 1 3 2 2 3